Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале InvestFuture и сегодня мы говорим о наиболее перспективных акциях, которые выплатят дивиденды по итогам 2018 года. Я напоминаю, что у нас на канале уже есть ролик о том, что такое дивиденды и как на них заработать. Ссылочку на него я оставлю в описании к этому видео. В целом, дивидендные акции – это достаточно надежная инвестиция, если мы говорим, конечно, о голубых фишках. Но если вас интересует портфель именно с максимальной степенью консерватизма и надежности, то об этом я рассказывала также в другом ролике. Он называется «Куда вложить 200 000 рублей» и ссылку на него вы тоже найдете в описании к этому видео. Если вы нацелены на то, чтобы инвестировать в российский рынок, то я настоятельно рекомендую на первых порах, по крайней мере, выбирать компании, которые выплачивают дивиденды. Почему? Потому что это позволяет хотя бы в некоторой степени защититься от геополитических рисков. Потому что даже если в ситуации какого-то крупного конфликта, ожидания дивидендов все-таки не позволяют этим бумагам упасть так сильно, как упадут бумаги бездивидендные. В целом, российский рынок является одним из лидеров по дивидендной доходности. Год от года компании наращивают дивиденды, так за последние три года только российские компании увеличили выплаты в два раза. И в прошлом году они составляли около 40 миллиардов долларов. При этом это скорее всего даже не предел, потому что сейчас ситуация такова, что многие компании свои крупные инвестиционные проекты завершили, при этом ввязываться в какие-то новые истории они большим желанием не горят. Потому что долгосрочные перспективы все-таки находятся под некоторым вопросом. Средняя дивидендная доходность акций, которые торгуются на Мосбирже за 2018 год, составила 5,5%. Прогнозная доходность по итогам 2018 года, в 2019 году, может превысить 7%. И, к слову, это почти в два раза выше, чем средняя доходность по странам MSCI Emerging Markets, то есть по развивающимся рынкам. Там она еле-еле превышает 3%. Прежде чем мы переходим к конкретной информации по дивидендам, которые компании выплатят, давайте несколько организационных моментов расскажу, потому что точно знаю, что вопросы будут. Для того, чтобы получить дивиденды, вам нужно стать владельцем акций компании. Для этого открываем счет у брокера, который аккредитован на Московской бирже, устанавливаем все нужное программное обеспечение и покупаем акции. Все подробности более глубокие я рассказывала в отдельном видео. Ссылка, как я уже сказала, есть в описании. До конца июня этого года проходят годовые собрания акционеров, на которых будут утверждены дивиденды, которые российские компании выплатят за 2018 год. То есть как это происходит? Год закончился, компании подводят финансовые результаты, публикуют отчетность, потом встречается совет директоров и потом уже собрание акционеров утверждает финальный объем дивидендов. Для того, чтобы получить дивиденды, вам нужно до даты отсечения стать владельцем акций, то есть попасть в реестр акционеров. Чтобы это было точно реализовано, за два рабочих дня до даты отсечения вам нужно купить акции. Пожалуйста, обратите внимание также на то, что многие компании сейчас в России переходят на выплату промежуточных дивидендов, то есть выплачивают дивиденды не просто по итогам года, например, по итогам 2018 года, а выплачивают несколько раз в год. Например, Северсталь, НЛМК, Фосагра, Алроса, Ростелеком. И поэтому, если вы акции этих компаний купите под летнюю отсечку, то есть в ближайшие несколько месяцев, то вы будете претендовать не на все дивиденды за 2018 год, а только на финальные дивиденды. То есть имейте в виду, что сумма, которую вы получите, будет меньше официальных данных, которые вы можете увидеть в прессе. И также я напоминаю, что с анонсированных дивидендов автоматически взимается налог подоходный объемом в 13%, и на ваш брокерский счет деньги приходят уже очищенные от налога. Какие же акции покупать под дивиденды? Сейчас на российском рынке наиболее привлекательную доходность показывают компании горно-металлургические и добывающие. Но проблема в том, что все наиболее щедрые на дивидендные выплаты компании выплачивают промежуточные дивиденды. Здесь в топе у нас по доходности находятся компании Норникель, НЛМК, ММК и Северсталь. Но Норникель, если покупать под летнюю отсечку, принесет вам доходность порядка 6% годовых. Достаточно неплохая, тем не менее, доходность. Но если хотите брать эту бумагу на долгий срок, то нужно помнить, что у нас есть спор между акционерами, Потанином и Дерипаской. Потанин уже на протяжении длительного времени настаивает на том, чтобы все-таки понижать дивидендные выплаты и направлять средства на развитие компании. Дерипаска все-таки противостоит пока этой инициативе, но, возможно, рано или поздно Потанин возьмет верх. Если говорить об акциях НЛМК, ММК и Северстали, то здесь доходность с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, если покупать сейчас, получится вообще достаточно низкая, порядка 2% годовых. Но на перспективу долгосрочную все равно эти компании выглядят достаточно неплохо, потому что, по крайней мере, сейчас металлурги показывают рекордную рентабельность и, соответственно, готовы и делиться деньгами со своими акционерами. Второй сектор, который может выплатить щедрые дивиденды по итогам 2018 года, это сектор нефтегазовый, потому что в 2018 году мы видели стабильные и даже растущие цены на энергоносители. Из компании, на которые здесь следует обратить внимание, я бы выделила, пожалуй, Башнефть, Татнефть и Сургутнефтегаз. Все привилегированные акции компании могут заплатить по 10-15% по итогам прошлого года. Но обратите внимание, что Татнефть уже выплачивала промежуточные дивиденды, поэтому она несколько менее интересна. На днях еще компания Ростнефть нас порадовала намерением выплатить 50% от чистой прибыли, направить на дивиденды, и в итоге компания заплатит по 11 рублей 35 копеек на одну акцию. Это действительно приятный сюрприз для акционеров. Сектор номер три, который следует упомянуть, это электроэнергетика. В 2018 году мы наблюдали коррекцию котировок вниз и в итоге в этом году подросла несколько дивидендная доходность. Ну, здесь у нас есть такие компании, как, например, ФСК и Росгидро, которые предлагают порядка 8-9% годовых. Это не космос, но, тем не менее, если мы говорим о диверсифицированном портфеле, то электроэнергетика нам здесь никогда не помешает. Четвертый сектор, который нужно обязательно держать в своем портфеле, это, конечно, финансовый. Здесь у нас особняком стоит Сбербанк, который вообще в целом, на мой взгляд, является одной из наиболее интересных компаний на российском рынке, если говорить о таком инвестировании на длинный период. И Сбербанк все стремится, стремится к тому, чтобы акционерам выплатить 50% от чистой прибыли, но пока в этом своем стремлении не очень реализуется. Поменьше 50%, но, тем не менее, годовые дивиденды и по обыкновенным, и по привилегированным акциям, как стало известно на днях, Сбербанк выплатит в 16 рублей на одну акцию, и это, соответственно, 6% по обычке и 7% по префам. Не слишком высоко, но все-таки это Сбербанк, и помним, что у него есть еще и неплохой потенциал для роста именно котировок компаний. И также из финансового сектора нельзя не выделить московскую биржу, которая по итогам 2018 года может выплатить дивиденды в 7 рублей 70 копеек на одну акцию. Это порядка 8,5% с учетом нынешних котировок. Тема номер 5 – это телекоммуникационный сектор, и здесь есть один главный фаворит – это акции компании МТС. Чистая прибыль по итогам 2018 года у компании оказалась несколько слабовата. Это связано с так называемым узбекским делом, поэтому инвесторы уже нацеливались на то, что дивиденды суммарные по итогам 2018 года не превысят 20 рублей. Однако на днях компания опубликовала информацию о том, что вторая часть дивидендов, то есть финальные дивиденды за 2018 год, составит 19 рублей 98 копеек. И это означает, что в сумме за 2018 год компания выплатит 22 рубля 58 копеек, то есть выше прогноза. Это позитивный достаточно нюанс. И по итогам 2018 года суммарная дивидендная доходность по акциям МТС составит 8,5%. Я говорю о компании МТС так подробно, потому что она считается одним из наиболее перспективных активов, которые можно брать в долгосрочный портфель под дивиденды. Компания планирует со следующего года выплачивать акционерам не менее 28 рублей на одну акцию ежегодно двумя частями соответственно. И таким образом годовая дивидендная доходность может вырасти до 10%. Конечно, отдельный игрок на дивидендном поле в этом году это компания Нижнекамская нефтехим. Все никак не могу выговорить название. Здесь история такая. Компания не платила дивиденды за 2016-2017 год и из накопленной прибыли достаточно спонтанно вдруг решила выплатить по 19 рублей 94 копейки на одну акцию. И это даже с учетом резкого скачка цен в марте, то есть по текущим котировкам, дает доходность 20%. Это, конечно, совершенно фантастическая цифра. Но проблема в том, что купить акции этой компании не слишком-то просто, потому что они низко ликвидны. Это первый момент. И второй момент, не очень понятно, насколько эта бумага интересна для инвестиций на долгий срок, потому что планы компании, например, по дивидендам по итогам 2019 года пока не совсем ясны. Поэтому это скорее такой исключительный момент и как бы повезло тому, кому повезло. Дальше, друзья, я знаю, что будут вопросы, стоит ли покупать акции под дивиденды с какими-то краткосрочными целями. Я считаю, что не стоит, потому что у нас есть такое понятие, как дивидендный гэп. То есть после выплаты дивидендов акции компании часто падают как раз-таки на сумму, которая примерно равняется объему выплаченных дивидендов. Иногда дивидендный гэп закрывается быстро, иногда он закрывается в течение нескольких месяцев, а иногда он может не закрываться годами. В частности, вот, например, я нашла хороший материал по дивидендам в газете «Ведомости», и там очень многие предупреждают о том, что сектор электроэнергетики в этом смысле не очень хорошо выглядит, потому что по итогам 2018 года так и не закрылся дивидендный гэп, и итоговая доходность в результате получилась ниже, несмотря на неплохие дивиденды, которые эти компании выплачивали. Имеем это в виду. Если же говорить об инвестициях долгосрочных, то в свой портфель мы добавляем компании, которые платят дивиденды с некоторой историей. Конечно, к сожалению, в России у нас пока нет такого понятия, как дивидендные аристократы, потому что рынок у нас слишком молодой, у нас нет компаний, которые платят под дивиденды по 30 лет, это даже звучит пока смешно. Но, тем не менее, есть компании, которые показывают более-менее стабильный денежный поток, и вот именно в их пользу мы стараемся делать выбор. Поэтому, если бы я сейчас создавала диверсифицированный портфель под дивиденды, я бы расположила свои средства таким образом. 20% я направила бы на Прев и Сбербанк, потому что эти бумаги кажутся мне в долгосрочной перспективе достаточно интересными. И по 10% я бы раскидала на Сургутнефтегаз, Татнефть, МТС Мосбиржа, НЛМК, ММК, ММК, простите, Норникель и ЛСР. Последняя компания, кстати, тоже интересна по своей дивидендной политике. Обращаю ваше внимание на то, что это не рекомендация к действию, а мое личное мнение, исходя из текущего момента. У вас может быть другое, и я буду очень рада, если вы напишите его в комментариях. Друзья, если вам нужна подробная информация по дивидендам, я вам очень рекомендую воспользоваться дивидендным календарем на нашем сайте investfuture.ru. Ссылочка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео на YouTube. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам было полезно, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, а также делитесь этим видео в социальных сетях. Пишите в комментариях, какие акции вы будете покупать под дивиденды в этом году. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале!